Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Елена, и сегодня очередная серия покупок. Начну с того, что шампунь для жирных волос с этой маркой, встречаясь впервые, сделана в Англии натуральная, 95% натуральный шампунь, и название, вот я даже не знаю, затрудняюсь, как его назвать, Косфо 17, номер 2. Это шампунь для жирных волос, мягко и эффективно очищает волосы. Пока еще у меня волосы не жирные, а это мы купили сыну и мужу, будем смотреть, буду делиться. И другой шампунь, тоже Косфо 17, шампунь, придающий объем, номер 4. Тоже его еще не пробовала, но такая очень интересная упаковка, приятные тубы, ну и расцветка такая небанальная, да, очень интересная и упаковка очень интересная. Буду рассказывать, буду показывать, буду говорить правду, стоит или не стоит. Подмышки. Я, наверное, как многие другие, являюсь таким искателем, хотя я не супер потеющий человек, вернее, я бы даже сказала, что мертвые не потеют, потому что обычно я не потею. Но иногда случаются моменты, вот, например, когда были в Италии или еще что-то, то дезодорант нужен более такой ответственный, что ли, или который действительно, в котором ты будешь уверена. Я хочу сказать, что вот этот дезодорант, я никогда не покупала его. 10 лет живя в Финляндии, это финская марка LV. Антиперспирант, одобренная ассоциация астматиков и аллергиков, не, вообще никакой одушки не имеет, то есть он вообще ничем не пахнет, но он супер хорошо держит, я даже не знаю, как сказать, контролирует запах, контролирует потовыделение, то есть подмышки сухие весь день, то есть нет никакого дискомфорта, он не пачкает одежду, не оставляет пятен. Отличный просто дезодорант, не знаю, мне одна моя подруга написала, что он у нее твердый, вот этот шарик, он почему-то плохо катается, но я бы порекомендовала просто пойти поменять, должны, мне кажется, поменять, если шарик не работает, то либо нужно сильнее надавить, я не знаю, честно, что надо сделать, но я бы, допустим, если у меня такое случилось в Финляндии, я поменяла, пошла, вот такой дезодорант ЛВ, присмотритесь, у нас он стоит недешево, я покупала его за 4 евро, вот недешево, я бы сказала, но, в общем-то, финские продукты, они все недешевые, хотя кажется, что здесь такая обычная упаковка, белая, синяя, но 60 миллилитров это тоже немаленький объем для антиперспиранта, да, здесь содержится алюминий, да, здесь содержится весь набор всяких вредностей, наверное, да, но оно, если им пользоваться, допустим, в тот период, когда вам необходима защита, то это не такая уж и страшная опасность, простите за тавтологию, мне нравится этот дезодорант, я его могу рекомендовать смело, кстати, я опять же подсмотрела этот дезодорант, его очень похвалила Аня, Made in Heaven, если вы, девочки, следите на Инстаграм за мной, то я писала об этом дезодоранте уже, и спасибо большое Ане, если она меня смотрит за то, что она порекомендовала, потому что, живя, еще раз повторюсь, 10 лет в Финляндии, я и вообще не обращала внимания на эту марку, кроме как порошок и там еще что-то, моющее средство, я ничего не покупала от этой марки. Так, маски для лица, что-то мне очень потянуло на такое красивое фиолетовое, очень мне хотелось что-то такое попробовать, Glam Glow, вот такая масочка Glam Glow Секси, у меня фиолетовая баночка, к ней шла вот такая вот кисточка, очень удобно наносить, я оценила на самом деле по достоинству эту кисть, и наношу другие маски тоже теперь этой кистью, вот такая маска, она, ну, я не могу сказать, что она грязевая, она не грязевая, она такая жиденькая, перламутровая, перламутровая масочка, она, когда наносишь ее на лицо, она образует такую пленку и становится серебряной, такое ощущение, что вы такой терминатор, человек с железной маски такой, сохнет, как пишет производитель, нужно сидеть минут 15-20-30, очень вкусно пахнет, вот честно, что мне очень понравилось, она пахнет очень вкусно, но какого-то суперэффекта я от нее не увидела, суперочищение я от нее не увидела, может быть, как экспресс такая маска, когда вы весь, всю ночь гуляли, тусили, и потом нанесли эту масочку, и утром ваша кожа немного свежая, отдохнувшая, но мне кажется, слишком дорого для такой, для такого эффекта, можно поискать что-то и подешевле, хотя, конечно, безусловно, очень красивая баночка, мне понравилась упаковка, мне понравилась текстура, мне понравилась ощущение, хотя первые ощущения очень такие прохладные, покалывающие, даже жгучие, я бы сказала, ну, вот рекомендовать к покупке я не могу, правда, вот такое баловство, очень хотелось попробовать, и вот попробовала, куплю еще? Вряд ли, нет, скорее всего, не куплю, потому что, ну, есть другие средства, и которые не нужно сидеть 30 минут, ну, такое, ну, баловство и баловство, ну, за кисточку спасибо, ну, отдала 40 с лишним евро за кисть. Следующее, что у меня было, из покупок масок, сразу закончу вот этими вот, вот такая маска, я даже не знаю, что это за компания, гол био коллаген маска, она такая, как будто бы резиновая, что ли, я не знаю, как ее назвать, и насколько 20, на 20-30 минут наносится, я не знаю, честно, вот я не знаю, как она там внутри, она твердая, на мой взгляд, сейчас, но, наверное, она одноразового использования, написано, что подтягивает, увлажняет, отбеливает, подсвечивает, в общем, и коллаген содержит, и баланс кожи восстанавливает, и даже сглаживает какие-то недостатки, и какие-то даже пятна отбеливает, в общем, вот такая супер какая-то маска, не пробовала еще, кто пробовал, отзовитесь, что вы думаете по этому поводу, и купила три на пробу маски от марки Origins, это тканевые масочки, вот такие вот с розой, с малиной, с апельсином и розой, вот такие три маски, тоже не пробовала еще, попробую, расскажу. Следующие две маски, которые тоже я купила, и они мне понравились. Одна маска Meza Mask, я о ней тоже писала в Инстаграм, если вам интересно, подписывайтесь на Инстаграм, я чаще там делаю обзоры, и вы можете что-то узнать из моей личной жизни в Инстаграм. Вот такая вот баночка, очень красивая, это пластик, это не стекло, масочка белого цвета кремовой текстуры, с очень приятной отдушкой, эту маску можно наносить на все лицо, и под глаза, увлажняет, сглаживает какие-то неровности, она нацелена на борьбу со старением, то есть антиэйдж-эффектом, подтягивает, увлажняет, питает, я бы даже сказала, хорошо подойдет для сухой кожи, очень хорошо подойдет для жирной, я сомневаюсь, но борется с морщинками первыми, в принципе маска неплохая, хорошая, буду ли я повторять, наверное, не буду, но пока она мне нравится, я ей пользуюсь, и мне нравится этот эффект, что после нее, вот не хочется совершенно наносить никакой ни крем, ни тоник, ничего, кожа напитанная, отдохнувшая, то есть кожа получает такой эффект отдыха, с этой маской, я не знаю, вот мои личные вот такие ощущения, конечно же, это все индивидуально, кому-то нравится, кому-то нет, но мне нравится, и следующая маска, это скраб маска, двойного действия, она очень интересная, коробочка, маска скраб, тоже филорга, если я не сказала, она уже вот такая, у нее другая баночка, и у нее очень интересная система, я бы сказала, для того, чтобы получить маску, нужно надавить вот сюда, и выходит количество определенной маски, потом вот этот скраб вы наносите на лицо, и как бы скрабируете его, лицо скрабируете, 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 и потом оставляете, и вот эти скрабирующие, что ли, частички, или же вот сама эта текстура, начинает пениться, и у нее, вы знаете, запах у нее мыльности, вот на мой нос, мыльное такое, как будто бы мыльное средство, но вот эта пенка, она на лице, она дает такое, как будто бы по вам бегают, мурашки, мошки, и вот эти пузырьки, они лопаются, пенятся, 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 и пока вот это, пока все они не лопнут, маску вы не снимаете, очень интересный эффект, мне, кстати, понравилось, мелкая вот эта вот, мелкие частички скраба, не травмируют кожу, она, безусловно, может быть, не подойдет тем людям, которые имеют ярко выраженные какие-то поры, или какие-то действительно загрязнения такие явные на коже, она не вычистит их, но людям с деликатной чувствительной кожей подойдет, с сухой, я бы сказала, кожей подойдет, потому что она не травмирует, не вот эти скрабирующие частички, вот эта пенка, она не травмирует кожу, она будет деликатно очищать раз за разом вашу кожу, но я думаю, что попробовать стоит, ну, вообще, во всяком случае, даже ради любопытства, вот такой вот интересный эффект, мне очень понравилось, мне нравится эта маска, я ей пользуюсь с удовольствием, не знаю, что можно еще сказать, хорошая, куплю ли еще? Да, наверное, куплю, мне нравится вот такой эффект, очень необычности, так, ну, как долго ты будешь работать, интересно, на лице, она быстрее проходит, это вот такие пенообразные, вот эта пенка, очень приятная, вот видите, пенка образовалась, я ее сняла, чтобы, ну, и она продолжает дальше работать, ну, в общем, сейчас мы не об этом, о том, что все-таки средство хорошее, мне понравилось, я рекомендую его вам, океяж, купила на скидках, вот такую, честно говоря, я бы не купила, если бы это было не на скидках, хотя я порывалась в самом начале лета, весны, купить эти два средства, косметические, это Dior Skin Nude Air, Coloring Graduation, это лимитированное, что ли, издание, пудра, с кисточкой, стандартной их, вот такая пудра, зеркальце откидывается, вот все, весь ее предел, и она вот такая, от розового, переходящая в белое, градиентная пудра, написано Dior, как вам лучше показать, даже не знаю, вот так, я бы назвала это просто, такое, пудра, как бы для закрепления, для подсвечивания, для блюринг эффекта, приятная пудра, приятная текстура, у меня в оттенке 0,01, такого, какого-то особого вау эффекта, она не делает, но, поскольку она стоила, за 69 евро, я ее не купила, но за 35,50, я подумала, почему бы нет, 50% скидки было, думаю, почему бы не купить, такую пудру, скажем так, лимитированную, вот, нравится, буду тоже показывать, и макияжи с ней, сегодня она мне тоже, на лице такая, немножко за, давайте попробуем, покажу, я не буду использовать их кисть, она грубая для меня, я возьму кисть от Real Technique, нанесу просто на лоб и на нос, мне кажется, все-таки такие пудры, они для такого домашнего использования, почему, потому что, ну, не будешь носить эту кисточку с собой, не будешь ты, ну, как-то не очень это удобно, если бы это было все встроено уже вовнутрь футляра, то было бы намного удобнее, она не дает никакого цвета, то есть она как для закрепления, очень хорошая, хорошо ложится, ничего такого я не вижу, но она подсвечивает, как бы вашу кожу, вот и все с ее, как бы эффект, и следующее, что я купила тоже на скидках, хочу сказать, что макияж выполнен у меня полностью, этими двумя средствами, то есть как пудрой, так и тенями, я купила вот эти тени, Color Graduation, у меня в оттенке 002, цена была 71,90, я ее купила за 35,95, ну, 35,95, палетка теней, конечно же, ее уже все рассказывали, о ней все рассказывали, все показывали, даже нет смысла о ней, наверное, говорить, вот так вот откидывается зеркальце, Dior, кисточки я сразу беру, вот такая палетка, все ее уже видели, все рассказывали, блогеры, но я не купила за полную стоимость, я купила ее сейчас, за 50% скидки, и считаю, что это хорошая цена для этой палетки, макияж сделан у меня полностью сегодня этой палеткой, как румяна сделанная у меня, так и хайлайтер также я нанесла, то есть светлый, это у меня хайлайтер, вот этот ярко, ну, не ярко-розовый, я даже не знаю, как клюквенный такой оттенок, это у меня румяна, также у меня использована на глазах, эти тени, все тени использованы у меня на глазах, и коричневый такой, баклажановый даже, и сливовый, использован у меня тоже на глазах сегодня, по большому счету, это не совсем мои оттенки, но мне просто очень хотелось иметь ее раньше, эту палетку, но поскольку цена мне не понравилась, я дождалась, когда у нас будут скидки, и купила ее за 35 евро, тоже считаю, что это ее цена, не стоит переплачивать, вот, вот такая вот палеточка, тени хорошего качества, не могу ничего плохого про них сказать, они действительно очень шелковистые, они не превращаются в грязь на вашем веке, они мягкие, хорошо тушуются, великолепные оттенки, красивые, безусловно, кому-то они очень идут, я в этом уверена просто, они очень хорошо тушуются, как я сказала, красиво смотрятся на веке, может быть, я, ну, в принципе, я не могу сказать, что мне не очень это идет, ну, просто не совсем, как бы, мой цветовой, цветовая гамма, хотя мне, хотя мне нравится, вот, поэтому, не знаю, буду пользоваться, буду использовать и как румяна, и как хайлайтер, я считаю, что эта палетка, в принципе, универсальная, но, вот, если бы она, конечно, всегда стоила 35, то я думаю, что многие бы ее купили, и были бы очень довольны, и последнее на сегодня, что я хочу вам показать, о чем я буду периодически говорить и писать в своих, в своем инстаграм, блоге, я купила две книги, тоже, одну книгу, вы уже знаете, это «Бьюти мифы», вся правда о ботоксе, стволовых клетках, органической косметике и многом другом, многие тоже делали обзор на эту книгу, хотелось бы узнать ваше мнение, напишите в комментариях, если хотите, я могу вам читать, как бы главы из этой, то есть, ну, миф, допустим, первый и так далее, из этой книги, если хотите так, либо хотите, я буду снимать видео, то есть, таким образом, зачитывая главы, мифы, либо же, если хотите, я буду рассказывать в каких-то своих видео, частично, либо же полностью, когда я дочитаю всю эту книгу, я сделаю отдельное видео, именно на нее, напишите, как вам больше хотелось бы, чтобы сильно не заострять внимание, но со многими мифами я согласна, из этой книги, то есть, хорошая книга, как, знаете, такая настольная для познания чего-то, для какой-то информации полезной, хотя, опять же, сколько мнений, сколько людей, столько и мнений, да, с чем-то можно соглашаться, с чем-то нет, а следующая книга, которую я приобрела, я купила ее в Эстонии, «Маленькие секреты большого гардероба», знаете, эта книга, наверное, должна быть у каждой женщины, как настольная, вы не поверите, но я правда, прям подчеркиваю, из этой книги, вот, покажу, вот, допустим, акценты базового гардероба, три ключа к базовому гардеробу, настроение, то есть, что сдержанность, спокойствие, ненавязчивость, погода, особенности сезонов, весна, лето, осень, зима, и праздники события, то есть, вот, как создается гардероб, основы гардероба, то есть, тут прям все показано, рассказано, знаете, вот, как для, ну, вот лично для меня точно, потому что, когда я очень тяжело воспринимаю, да, информацию, наверное, если она как-то подана, не совсем правильно, мне нравится сама книга, мне нравятся ее страницы, они такие, как атласные, они прекрасные, советы стилиста, здесь цвета, палитры, ткани, то есть, цена, качество, то есть, тут все, 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 как матрица создавать гардероба, что с чем сочетать, основа круглый год, то есть, настолько шикарная книга, она настолько удобная, допустим, одни брюки, что с чем, и с чем их надеть, приблизительно, каждая женщина может смело составить свой гардероб, из брюк, юбки, то есть, вот у меня есть с этим проблема, потому что, скажем так, моя работа не заключается в хождении в офис, и из-за этого я не могу, например, носить костюмы деловые, потому что они неуместны на моей работе, но мне очень они нравятся, а покупать, как говорит, как сказали, что не стоит покупать те вещи, которые вы не будете носить, в том, допустим, туфли на шпильке, ну, мне нравятся туфли на шпильке, но я понимаю, что я их одену, если раз за год я их одену, это будет просто праздник, поэтому и от этого нужно отталкиваться, от ваших потребностей, что действительно необходимо в вашем гардеробе, если вы мама сидящая дома, ну, конечно же, покупать пять пар шпилек, ну, совершенно нет смысла, или там деловые костюмы, один достаточно, туфли подходящие, там, три цвета, допустим, бежевые, или даже два цвета, черные, бежевые достаточно, что и на шпильке, скажем так, или лодочки какие-то классические, или какие-то макосины, или слиперы, в общем, девочки, рекомендую просто эту книгу настоятельно, вот, наверное, это все видео было посвящено только тому, что, вот, купите эту книгу, и прочитайте, я вам настоятельно рекомендую, автор Наталья Найденская, Инесса Трубецкова, маленькие секреты большого гардероба, всю информацию из сегодняшнего видео оставлю в инфобоксе, обязательно туда заглядывайте, жду ваших комментариев, подписывайтесь, опять же, не забывайте, ставьте пальчики вверх, и до скорой встречи, пока, ваша Елена. Игорь Наталья. Игорь Наталья.